Продолжаем вам давать дельные советы. На этот раз поговорим о танце живота. Это, конечно, невероятно красивое и, что тут важно, полезное зрелище. Отдельные движения могут принести пользу даже при бесплодии. Происходит укрепление спинных мышц, улучшается осанка. Да, позвоночник становится более здоровым и гибким. Это способствует тому, что снимается напряжение и улучшается кровообращение. Поэтому те, кто много сидит, этот вид танца, кстати, друзья, как раз может быть для вас. А еще это профилактика варикозного расширения вен. Положительное влияние идет и на сердечно-сосудистую, и на дыхательную систему. За одно занятие, между прочим, у вас уйдет около 400 калорий. И причем это спорт не только для женщин, что важно. Им охотно занимаются и мужчины. Яркий тому пример гость нашей студии. У нас в студии Олег Иванов, чемпион мира по танцу живота, золотой призер Урала-Сибирского региона, единственный представитель направления «Трабл на Урале». Итак, доброе утро. Здравствуйте. Ну, вообще, непривычно действительно видеть мужчину все-таки в танце живота. Вот лично вы как к этому пришли и как давно начали заниматься? Ну, начинает, как обычно, это все с шоу-бизнеса. Да, вообще, по идее, в принципе, болиданс – это и есть нормальное совершенно состояние танцевания для мужчин на Востоке. Потому как у нас, скорее всего, это больше вид, так скажем, ресторана. Если вы придете в Египте или в Арабских Эмиратах где-то на дискотеку, то мужчины, в принципе, так и танцуют. А теперь самое главное. Вдруг Павел захотел тоже освоить ратвит танца? Подготовка нужна? Ну, что-то специальное, какая-то, не знаю, нужна растяжка, нужна гибкость. Или все это как раз вырабатывается во время занятий? Вообще, на самом деле, это все вырабатывается во время занятий, потому как мы можем узнать психологию человека по тому, как он начинает уже заниматься на первом занятии. Если он не особо может двигать диафрагмой, мы знаем уже, что человек достаточно закрытый, и задача педагога его раскрепостить, заинтересовать, чтобы этот человек мог в дальнейшем себя свободно, комфортно чувствовать при общении. Ну, то есть психология, вот не зря ведь говорят, да, посмотри на человека, как он танцует, и, в принципе, ты можешь о нем очень многое рассказать. Это действительно так? Да, на самом деле так оно и есть. Если мы обратимся даже к нижним, так скажем, чакрам, как обычно, если соприкосновение идет с дисциплинами йоги, то мы можем по вращениям таза, по опорно-двигательному аппарату, да, посмотреть на человека, насколько он сексуально закрепощен, раскрепощен. То есть, на самом деле, танец и любой вид хореографии, это и есть то начало, то, так скажем, заложенность того, что мы можем увидеть, что человек из себя представляет, как он в дальнейшем себя может повести. Ну, то есть психология в хореографии прекрасна. А мы сейчас на вас и посмотрим. А давайте, а давайте, вместе с нашими телезрители, дорогие друзья. Итак, в нашей студии для вас танцует чемпион мира по бэлли-дэнс Олег Иванов. Давайте приветствовать. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Ай да браво, ваши несмолкаемые аплодисменты, друзья! Чемпион мира! Олег Иванов, спасибо огромное. Ну, по-моему, вот это заряд. Заряд однозначно, мне кажется. Все женщины у экранов уже взбодрились. Повторяла, повторяла, да, Женя. Конечно, я дома попрактикую. Отлично, друзья.